Всем привет! Думаю, начну я снимать видео в YouTube, а там посмотрим, когда продолжим. А я вам в прошлом видео говорила, что у меня трошечки там проблемки. Ну, в общем, у меня участилось приступы тахикардии, повышенного пульса, такого какого-то состояния не очень. И этот, в общем, я так вроде как забивала-забивала, там выпью валерьяночки, что у меня там ещё было, бифрен у меня ещё был. А потом у меня что-то началось прям так, ну, как-то часто. Я немножко заволновалась из-за себя, потому что, думаю, не имею права я как бы забивать на это. Кому интересно, почитайте мой пока что последний пост в Инстаграме. Я писала там причину, почему нужно о себе заботиться. И этот, что хотел сказать. Вот это я сейчас разложила на диванчике. У меня глаза слезят, зато я не плачу. Просто не знаю, свет идёт с окон сильный. У меня глаза, кстати, зрение портится просто со скоростью света. Я не знаю, что. Если даже вот учиться ездить, чтобы куда-то вот Артура можно было вывести в садик, из Июльчика куда-то на кружки, то мне по-любому надо или линзы, или очки. И, я не знаю, моим друзьям двум помогла лазерная терапия. Но я так понимаю, она очень прилично стоит, и это тоже свои риски. Так что как-то так. Пока очки. Пока буду, наверное, менять очки, потому что те, что у меня были, они мне уже слабые. Вот так вот. Короче, будет, наверное, видео про мои болячки. Так что кому это не интересно, можете сразу выключать, и подейте, посмотрите какие-то анекдоты, потому что пока не сильно весело. А этот, в общем, я пошла в больницу и сдала этот, что я сдала? Кардиограмму сделала. Сделала кардиограмму, но кардиолога нет, кардиолог на больничном. Я пошла к семейному врачу. Мы первый раз, в принципе, увиделись. Я раньше с ней не виделась. Мы перешли от какого-то другого врача. Вот так вот так. И, получается, мне тахикардию подтвердили. Подтвердили, но, понимаете, есть врачи, которые там, допустим, сразу дали вам что-то, что тахикардию это устанавливает. А у меня, получается, такой семейный врач, что она докапывается до причины. Почему? То есть или это реально болит сердце. Будь здоров, Суна, чему? Будь здоров. Что-то все чихаем. Или это реально болит сердце. Или, в общем, мне даже сказали глотать зонт. Да. Что, может быть, органы там что-то не в порядке давить на сердце. Получается, как имитация боли сердца. Ну, короче, вот такая лабуда. Ну, и сейчас я вам покажу, что же у меня тут за бумажки. Ой, господи, что я тормоз клацаю? Слушайте, надо тут по экрану клацать, чтобы фокусировка была. Вот вообще. В общем, я так поняла, здесь это у меня на... Да, включись, фокус. Это сердце. Это сердце. Да что я делаю? Господи, это уже все. Это как, знаете, муху на экране мышкой гонять. Вот это у меня такое. Толя не хочет фокусироваться. Черевною порожнины. Ну, я так поняла, это, наверное, зонт. Щитовидка. Тут что? По эндоскопии, до 12 упалые кишки. Как оно робится? Я надеюсь, не страшно. С чего вам не хура? Какие-то тут кровь на то, на то, на то, на то. Кровь на то, на то. Еще что-то. Вообще, не знаю, что это такое. Еще что-то. В общем, жесть. Я столько анализа не помню, когда бы сдавала. Вот анализы. Я столько вообще не сдавала уже сто лет в обед. Я раньше еще, когда в Луганске жила, я лечила гормоны. И что гормоны, ну, когда беременная была, там, конечно, сдавала свои анализы. Но они не были такие, конечно, в разные стороны. Тут, получается, УЗИ вот эти. Но направление, кстати, сказали, это бесплатный УЗИ, что меня очень радует. Надо, в общем, знать, когда, какое дни делается. Я так поняла, все в основном делаются утром, рано. А на 8, я не знаю, день, день или нет, для меня это катастрофически сложно. Потому что до больницы 20 километров. И плюс есть маленький Артур, с которого не с кем оставить. И как это все сделать, я не знаю. Пока вариант, я думала уже поехать, напроситься к Яне Куме. Я, честно, дай бог ее семье здоровья. Если бы не они, я вообще не знаю, как я половину своих проблем решала бы. Поехать к Яне с ночевкой и с Артуром. И Яну попросить сидеть с Артуром, а самой бежать в поликлинике. Короче, не знаю, сплошные неудобства. Как-то, как-то будем что-то думать. Ну, про тип, наверное, хотелось. Потому что, ну, как бы, бережу, ну, а Бог бережу, правильно? Нам, мамам, болеть нельзя. Надо очки одевать солнцезащитные. У меня вообще глаза к солнцу не могу. Слезятся и слезятся. И этот... Я сейчас погуляла с Артуром, подуву положу. Постараюсь положить. У меня картина лежит по номерам. Мне надо ее уже начать рисовать. И хочется, и нужно. Блин, еду, надо плохо видно меня немножко. Ну, ничего, видите, думаю. И этот... И никак не могу начать процесс. Потому что в обед Артур то не спит, то что-то делать. А вечером, пока у положу, уже 10-11 часов, я уже сама никакая засыпаю. До ванны добралась. Так все, Артурчик, он музыку клацал. Чтоб и это... Звонила, куму поздравляла. Сегодня у моей кумы в Одессе день рождения, юбилей, 30 лет. Я ей говорю, главное, чтобы была самая счастливая. И чтобы были здоровые, близкие и родные. Вот самое главное. И людей хороших вокруг тоже не помешает. Ну, в принципе, хочу сказать, тут закон бумеранга. Если ты хороший человек, у тебя всегда будут хорошие друзья. А если ты плохой человек, у тебя зачастую не будет друзей. И ты будешь говорить, что все вокруг плохие. А в итоге плохой ты. Ой, так что так. Есть и такое. Мне в этом плане грех жаловаться. У меня друзья замечательные. Самые лучшие. Мне очень с ними повезло. Я... Ну, они тоже говорят, что я хорошая. Будем им верить. Вот действительно, выручат. Всегда помогут. И даже, знаете, выручат в плане... Ты им нужна в любом своем состоянии. Знаешь? Популярная, непопулярная. В хорошем настроении. В плохом настроении. Вот это, конечно, самое-самое главное. Потому что, когда мы нужны... Не признают. Знаете, когда такие друзья, когда чисто какие-то там компашки там... Знаете, как даже, наверное, у многих было. Когда были юные. Юные, совсем юные. И когда вот пока ты там учишься где-то, у вас там одна компашка, то вам нравится один мальчик, то второй. Там такие лучшие друзья, а потом они здороваются. Так вот, то нет. У меня есть друзья и со своего самого маленького возраста, и со студенчества, и со школы. И с Черкасс, и получается, с работой одной, с работой другой, с которыми дружу по сей день. Пускай даже, конечно, сейчас в основном в интернет-связи, но мы за друг друга не забываем. Школа закрыта. Домик тут, который стоит на рассечении наше владение. Парки скоро надо прибирать. Юра где-то там гудит, гудит. Трудно, конечно, когда сам все... Юра искренне верит, что что-то получится с земли. Старается, старается, что-то выдумывает. Знаете, денег нет, поэтому берет где-то, ищет на металлоломе разные прицепные, что-то там паяет, выдумывает, докладывает. Поэтому дай Бог ему помощи в этом нелегком деле. С Артуром уже домой, надо его спать ложить. А тут Юру встретила. Да, Юр? Да, я стал трохи передихнуть, потому что я вырубил двое площадь. А сейчас буду идти дальше. Важко на малому, кидаю так капец. Воно вроде земля и ссыплется, нормально. Ну, блин, вот это проходишь вообще, ты держишься, чтобы не выпустить его из-за руль. Я уже, хай уже в этот год дороблю, в эту маленькую ссыпку, а потом на другий год зроблю такого здорового, для того, чтобы за великим. Важко, великий идет, он тяжелый, он как присел, и он пішел. Он пішел, 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 и все, блин. А сейчас, а ты едешь маленьким, держишь, и оно, гид сюда, гид сюда, гид сюда, блин. Я взлез такой, как-то начал массажиста побывал, хруп-хруп спина. Надо мне на тракторе проехаться. Я это там наверху робил, а это же, когда под гору идешь, а оно гид, гид, и шел по перекриле, и я думаю, ты кажешь спина, думаю, треба тебе посадить, чтобы ты проехал, потому что до низу. У меня там нормально костяшки на место станут. До низу, до горы, то поревняло трохи. Ну что, ну я, блин, я думаю, я сюда ехал, я когда великим переезжал поперек, то я еду, и он собі плеве, он придавливает, считай, 5 тонн, он сунет, он не чует, блин. Ну, этот маленький, его сколько там тонн, он потом губ-губ-губ, он короткий. А самшир приделся, да? Да, я 5 кушек, а из них их разрезал, и расколов, и рассадил еще 5. Ну, я бачу, только у всех 5 есть, а один нету, да? Да, ну, хай будет, может, он пустить что-то. А вот этот, видишь, Дениси, как красиво, да, пишу? А покажи вот те, диви, какие красивые. Кого? Я сейчас сама не вижу. А, те же там, за это, за скамейки? Садить Артура, может. Да, давай, сейчас я вам уже это... Парня вывезла же на велике, говорила. А сама там застегнула так на это. Посерьезно, может, не выпаля, а он застег... Да, вот, это же он помнит еще с лета, что он застегался. Безопасность превыше всего, правильно? Да? Тапок теряли несколько раз, если оно у него... Все? Чешу, чешу. О, это же будет сейчас эти колеса смотреть, да? Так, а он на машине. Машина стоит, а он такой просил... Он везде, он к Наде ходил, он на игрушки смотрит, этот, на колеса, ложится на землю и это... Ему, как начинает помогать, он сразу психует. И идет другим заниматься. Машина не сюда едет? Катай, катай. И дивится, как колеса крутится. Тоже буду, наверное, сидеть в гаражах где-то. Да? Куда ты его? Сейчас завалит. Прет же его. Не в ту сторону, Артурчик. Пацанова там. Блин, вообще туда ничего не вижу. Слышишь, у Юрси где-то по голосу, значит, там, да? А видеть не вижу, кто там. Ну, не узнаю, понял внешности. Давай, муточку, папа. Юра, что ты там? Давай уже. Что-то кричит мне, макароны там у меня горят. Я застань готу камеру. И еду, дивлюсь, прыг, 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 по городу. Зайчиненки. Может, там все-таки мамка где-то бегает? Та нема, Таня, я побачил. Да? А что же, ну, выгоняешь все? А ты тебя поспалил, порвался? Ну, да, там, да. Таким масеньким, масеньким. Ему, мабуть, не знаю, пару дней, мабуть. Ой, блин, да полюбок. Да не пару, глаза же открыл, Юр. Ты что, уже давно кроликов держал? А деки, а деки, что, не открывают сразу? Как сразу? Нет, тоже неделю-две проходят. Да не, Юр, ты что, они вот такие, я же помню, какие кролики, они вот такие вылазят, как засленивки. А это уже росли. Так оно не болит. А где их и в ухо? Ну, не болит. Да? Да не, оно, оно, оно взлёканное, оно малесенькое. Не дай, я думал, я думал, что я его приїхал в бурону. А ты, я тебе дам, ты что? А не, я не дай, не приїхал. А вот такие гарненькие. Так, давай пока цей, лежи. Пахнет землей. Ну, Юра хоть и гробиян, да, а вот животных любит. И цветочки, да? Это не относится ни к чему. К людям, людей он не любит, да. Ой, Господи. Так, на его тогда. Да сейчас же макароны там, подожди. Давай выключай, шукай ему приход. Короче, начиталась я про крольчат, Юра же еще второго нашел. Что их надо отнести на то же место, где они были. Так их мать не бросила. Это, типа, такое бывает, что она их туда несет. Ну, как бы это... А в домашних условиях вы их не спасете. Там, во-первых, нужно козье молоко. Что-что? Это, козье молоко нужно. Там что-то еще. В общем, ну, домашних вообще нет. Вышла я вообще найти свои пионы и их огородить. Думаю, даже неужели, за что бы их не раздавили. Вот одни, и сейчас там вторые. В итоге зашла в магазин, помыла в магазине. Потом схватила грабли. Вот этот участок на заднем дворе погребла, загребла. Сразу-то как-то культурней стало. Вот мои вторые пиончики. И колесо сейчас сюда перетащу. Вот тебе. А хотела начать рисовать картину по номерам. Юра отнес на то место, где он их взял, потому что... Прочитала я в нескольких источниках. Люди нашли крыльчат, верните на то же место, где вы их взяли. Потому что мамы их обычно не теряют, пока они сами непригодны. Так сказать, для своего самостоятельного существования. И сейчас котел раздувается. И дома это... Ну, в общем, там целая статья. В общем, одни против, чтобы держать вот тут диких животных в доме. Потому что кормить их только, если и есть шанс их выкормить. Только козьим молоком. Где мы найдем? Ладно, коровью я знаю, где купить. А где козью купить, я не знаю. Я даже кост тут не видела в селе. И где-то, во-первых, только козье молоко. Я пробовала когда-то кролята у нас остались, и без мамки. И я кролят пробовала с пипетки. И они уже неделю жили. Даже начали глаза открывать. И я надеялась, что уже вот-вот. Во-вторых, это, конечно, мучение. Когда у тебя и так делов хватает. Наверх глянуть некогда. Так еще бегай, грей. И вот эту пипетку давай. Ну, кормила, кормила. И все равно через неделю они стали один за другим дохнуть. И что? Я вот опять расстроена. Короче, я думаю, у зайчат больше шансов выжить в своей среде, чем вот это дома, подпихивая им непонятно какую еду и прочее. Так что вот так вот. На самом деле, знаете, сейчас вот хочется быть постоянно на улице. Спокойно, тепло, слушать птичек. Так уже надоел этот дом. Дома он тоже ждет. Надо посуду после обеда помыть. Надо вещи разложить. Ну, хоть выбралась воздухом, подышала. С Артуром сложно пока, конечно, на улице. Потому что он бежит, куда ему вздумается. Я боюсь, тут кругом же нет ни заборов, ничего. То есть я где-то отвлекусь. Ребенок вообще неизвестно, в какую сторону пойдет. Надо же идти бы. Он может проснуться, чтобы не испугался, где мать делась. Послушайте, как птички поют, да? И Юра где-то на тракторе там. Где-то там. Не пугайтесь. Я наложила маску. Кстати, засекала время. Сегодня, как я, вроде, долго купалась. Потому что пока купалась, мыла голову, сушила волосы. Делала массаж. То есть еще щеткой сухой массаж. И решила еще маску сделать. На 20 минут. И на все это прошло мне 40 минут. Ну, то есть 40 минут, делаю маску. 15 минут и все. Все мои процедуры. А, еще зубы почистила, умылась. Так что, Юра говорит, что я час сижу. 40 минут это максимум. Максимум. Обычно это минут 10-15. Вот тебе и этот. Короче, выхожу я из дверей. Юра что-то завис. В общем, Юра как вот эта посевная. Все. Мужчины они сразу в разные направления не умеют, как мы женщины, смотреть. Они вот все в одном месте. В общем, папа и мужа сейчас у нас весь, короче, там в тракторах. Я Юре говорю, Артура покупала. Ну, это, одела костюмчик, все. Говорю, Юра, ты его сейчас будешь сложить? Я говорю, нет, я его уже сейчас не буду. Говорю, я пойду купаться. Я включила Артуру колыбельный и пошла купаться. Ну, думаю, Юрочная наляжет к нему. Выхожу. Ну, это ж мне 40 минут не было. Выхожу. Артуша, короче, в кухне света нет. Телевизор, только заставка играет. Ходит такой сонный, он такой просто потеряшка. А Юра, короче, на веранде смотрит какие-то видосики. Он думал, что я с ним. Я говорю, боже, какой у меня самостоятельный сын растет. Не ноет, не это. Пришел, нашел родителей. Сейчас я ему сделаю смеси и это. А я, вообще-то, все собираюсь пойти рисовать картину по номерам. Так, я надеюсь, эта картина будет для меня антистрессом. Стрессом, а не стрессом. Я взяла фонарик Юрин налобный. Буду себе подсвечивать.